Ты покажешь, они тебе посмотрят, там то ли не дарвут, то ли чпокнут там чем-нибудь. Канал захвачен войсками старшего брата. Ну хотя бы такой. Давай, погнали. Всем привет, это канал Столу Пацана. Вас сегодня ждет крутой ролик. Это продолжение истории про Сережу, парня, которому 24 года. Его вес 44 килограмма. Но как мы узнали в прошлом выпуске, за время трансформации, его, за время того, как мы с ним познакомились, и его жизнь стала меняться, он смог набрать, и теперь у него вес значительно больше, в его случае значительно. И мы находимся на той самой, ну в общем на турнике, на детской площадке, и здесь пройдет спор. Напомню вам, что мы заключили с ним такой парень. Если не сможешь, то забираем у тебя телефон. Реально, согласен? Как это? Ну серьезно, я тебе даю слово, я его выкину вообще. Договорились? Не надо. Договорились? Это классный спор. Нет, не надо. У тебя будет стимул. Ну, я снова пятерку. Пятерку смогу. Чего пятерку? Нет. Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей. Получишь. Чего? За что? Если в середине августа подтянешься 10 раз. Вот такой вот нечестный спор у нас заключен. Но тем не менее, это спор возможность ему поменять себя, возможность ему что-то начать делать, и он, кстати говоря, это делает. Чего, звоним ему? Да. Алло. Да, Серега. Здорово. Слушай, ну мы на месте, на турниках. Подъезжаете тогда с Ваней вместе сюда? Давай, мы ждем вас тут. Ты сам-то как думаешь? Сможет, да? Я думаю, что сможет почему-то, ну искренне, я думаю. Да? Ну да, потому что... Конечно, не сможет. Тут очень, на самом деле, тонкий вопрос. Вот это, наверное, момент к зрителям, которые столько всего написали в наш адрес. И, наверное, во многом вы правы, что это нечестный спор, что почему у Сережи телефон, а вы пять тысяч рублей и так далее. Ну, в этой истории, во-первых, нам показалось в моменте, что так будет сделать прикольный, важный. Если бы это был не телефон, я думаю, что может быть и не было такого бы, ну такой мотивации. У него вообще в принципе есть мотивация, но это дополнительно очень крутая штука. И, ну не знаю, если он проиграет, то мы заберем телефон. Жалко. Жалко. Ну, мы, на самом деле, если честно, мы не хотим. Спор, это тот спор, который мы хотим проиграть. Искренне, да? Реально. А есть ли такой вариант, что вот он не сделал там восемь-девять раз, потому что, не знаю, может, два. Да, если... Типа мы все возьмем, заберем, или может ему какой-то шанс дать второй? Ну, мы можем забрать телефон и сказать, а если через там типа две недели все-таки потянешься, то зато телефон... Ну, что-то, конечно, хочется, чтобы... Подтянулся. Подтянулся, да, и все это, да. Ой, нас скидают тапками вообще зрители. Ну, пускай, это... Тебя. Меня, да. О, Серега приехал. Запись идет. Канал захвачен войсками старшего брата. Я просто не знаю, выложит этот момент, в принципе, на канал. Но я хочу поблагодарить, во-первых, парней за то, что они помогают моему брату. Все говорят, что такой король, плохой, царь. Знаете, вот это вы думаете, что я король. Вы меня им называете. И, в принципе, вы складываете обо мне свои впечатления и при этом еще что-то мне предъявляете. Так делать нельзя. Не я главный, как говорится, на этом канале, даже не владельца, не Рома с Димой, а вы. Потому что именно вы пишете историю. Не надо вот негативить слишком много. Если человек хочет узнать что-то, он обязательно обратится. Если человек нормальный, в принципе, грамотный, он обратится, если хочет что-то узнать и уточнить. Просто даже если я где-то не прав, я это знаю. И за это могу извиниться. Мне, в принципе, не сложно. Вот. Все, что я хотел сказать. А так, в целом, за все это благодарен за то, что вы поддерживаете моего аппарата. Парням за то, что они ему помогают. Все у нас отлично, все хорошо. Давай, Серега, показывай нам класс. Сейчас он продемонстрирует, что он умеет. Сейчас он покачает. Болезненная нога. Держи, пожалуйста. Смотри. Опа. Видишь, рост у меня неудобный. Они, в принципе, короткие. Можно даже здесь, кстати, поджиматься. Я тебе, честно говоря. Вот. Какое-то странное отжимание. Какой телефончик классный, вообще, хороший. Очень классный телефон, Серега. Мне цвет вот нравится. Мне кажется, он мне подойдет. Подтягиваться можно как угодно. Ну, в смысле, вот таким хватом. Рывками можно. Вот нечестный спор с нашей стороны с точки зрения того, что 5000 на 15, да? А с другой стороны, нечестный спор с стороны Сережи пусть будет, что может рывками подтягиваться. Ну да. Немножко так уравновесимо дать условия. На, время на тебе даю. А ты мало ли чего? Не, 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 не. Он пока твой. Чуть попор заберем. Да. Ладно, пусть тут валяет. А ты вообще доволен, что в твою жизнь пришел вот этот, ну, как бы, так или иначе спорт, турник. Ну да. Какой-то вызов себе. Ну да. Серег, у тебя, скажи, пожалуйста, у тебя за время нашего знакомства появились какие-то устремления, цели, мечты? Хоть что-нибудь такое уже? Ну, путешествие пока. Путешествие появилось? Да. А раньше у тебя, как бы, не было такого? Не было ничего. Не было возможности. Деньги есть, значит, можно куда-то съездить. А куда бы ты хотел путешествовать? Не знаю, пока. Ну, Москву и так, по Питеру, там, и так далее. Ну, короче, в крупные города России пока что, надо посмотреть. Да. Другие города. Для начала. Ну что, давай я пока подтянусь. Да. Давай, если 20 потянешься, тебе 5 тысяч дают. Ты мне 5 тысяч даешь, а если я 20 потянусь? Блин, 20 много. Подержи. Я подтянусь. Ну, давай, подтянусь. Давай. Могнали. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12, 12, 13. Блин. Сейчас, подожди. Короче, 13. Я не тренировался, не занимаюсь. Какой-то парень подъехал. Какой-то наставник. Здравствуйте. Здорово. Серёга, привет, ну что ты готов? Правильное дело, Рома. Прошла неделя. С момента предыдущих кадров мы опять приехали к Серёже, в город к нему. Как ты? Работаешь, трудишься? Хорошо. Кайф. Слушай, в прошлый раз, когда мы с тобой виделись, когда у тебя появилась сумма денег, ты изъявил желание, ну, сам потратить их. Ну да. Что, может быть, сейчас и сделаем вместе? Магазин за одеждой. Ну да. Можно сделать. Давай сразу, что ты бы хотел себе купить вот сейчас? Я предлагаю не сильно распыляться. Красовые, штаны, да много можно купить. Хотел немножко подкупить себе одежды? Немножко, а прям много. Ну хорошо, ну поехали тогда в центр. А что там в центр? Там нет, там ничего не может. А где? Ну ты же место знаешь должен. Мне Ванька подсказал одно место, где находится. Какое? Где? Оно большое такое. Ребята, а можно вас, пожалуйста, попросить? Можете подойти? Кошка еще, да не кошка, а ребята. Какое место хорошее, не супер дорогое для того, чтобы купить одежду? Обувь, одежду, куда посоветуете сгонять? Ну это где? В Казанске. Знаете, как в Чикин ехать? Нет? Не, я не знаю. Вот он здесь, вот где-то вот здесь, вот в этой степени. Там по тассе ехали. Там по тассе ехали. Вот тут сюда, да, ближе? Да, да. Ехать, ехать. Там по тассе ехать и сразу будет. Ну, короче, вот где-то вот тут. Вот уже поворот. А, вот тут должен быть. Нет, это Кирилл, это только поворот, вот. А, ну тогда где-то вот тут. Вот на этой улице. Нет. Это у нас с другом. Это рабочая. Получается, вот это идет, вот домикский поворот есть, смотри, да? Вот где-то вот тут он будет. Ну там еще вот по этой трассе поедете, вот как выйти, там по трассе прямо и справа будет магазин. А вы же тут в этом дворе, да, живете? Ну, мы нет. Не некоторые, а? Ну как к Сереже относится? Хорошо? Да. Поддерживаете его? Да. Ну мы его не видим, причем он работает. Он работает. Ну, молодец, да. Я уже не знаю, куда он делся. Куда Серега делся? Я не знаю. Куда он туда уехал? Уехал куда-то? Зачем он туда уехал? Ну ладно. Не знаю. Ну ладно, все. Погнали его загонять. Сережка ждет уехал. Все, спасибо. До свидания. Да, пока, пока. 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 Короче говоря, у парней уже происходит разминка. Я не знаю, я волнуюсь, мне кажется, больше, чем Сереге. Серега какой-то уверенный в себе. Значит, правила спора такие. Все очень просто. 10 раз Сережа подтягивается, если, то пятерку он получает. Причем, можно с рывками. С рывками можно. Решили. Да, мы так решили, что можно с рывками. Такая небольшая, как бы, поблажка. Нормально. Если подтягивается, что там, 11-12 раз, да, то по 1000 вообще сверху еще. А так пятерка за десятку. А если не подтянется, то? Если не подтянется, то шикарный. Синего цвета. Такой, я сразу глаз на него положил. Телефончик и переходит к нам. Со всеми. С контактами, с переписками. Все почитаем там и что. А да, там заметки еще есть. А заметки есть? Пароли, да. От ПК, от всего. Пароль от ПК. О, нормально. Сейчас соцсети заберем. Шутка. Под последним роликом. Было очень много комментариев. Мы читали, смотрели. Мы интересовались, где можно найти такой набор моющих средств, которые мы Сереже подарили. Набор реально крутой. Он большой, всеобъемлющий. По сути, там есть все. И он закрывает потребность ходить в хозяйственный магазин в ближайшие полгода. И фишка в этом наборе, которая нам реально понравилась, это что ты один раз покупаешь все вот эти бутылки для моющих средств, а в дальнейшем докупаешь лишь концентрат, который смешиваешь с водой, у тебя получают средства. То есть, прям очень сильная экономия. Плюс ко всему, все эти средства, они премиальные, очень крутые, очень хорошие, хорошо чистят, отмывают и так далее. И они экологичные. Это очень важно. То есть, там нет никаких щелочек, агрессивных кислот. Мы под этим роликом оставляем ссылку в описании, где вы можете этот набор найти и себе заказать. И еще, специально для вас, по промокоду слова ПАЦАНА, для вас будет бесплатная доставка до пункта самовыдачи и скидка на этот набор 15%. Поэтому переходите по ссылке в описании, заказывайте, приобретайте себе там или в подарок. От себя могу сказать, что действительно классная штука и такое приятно порекомендовать. Серега подъезжает к магазину, к торговому центру. Это торговый центр местный, куда мы отправимся за шматьем. Давай пятюлю на ходу. Слушай, а ты сейчас сколько денег планируешь? Ну да, в главе здесь потратиться. Сколько получится. Ну есть какая-то черта грани? Нет. Сколько получится? Нормально. Сколько получится. Мысли миллионера. Образ. Надо мыслить, как миллионер, тогда все будет. Мои тапки не украдут, нет? А тапки? Тапки украдут, конечно. То, что ты их с собой. Куда я их возьму-то? Я шучу. Серег, на кому тут эти тапки? Сейчас вот так. Ага. Давай так. Для понимания. Та одежда, которую ты хочешь сейчас купить, она тебе для чего нужна? Доброгулок так, чтобы носить. Ну, это рабочая одежда или одежда для того, чтобы с друзьями встретиться? С друзьями встретиться. Ну, в общем, встречаясь с друзьями, с ребятами, ты хочешь выглядеть чуть по-другому, да? Ну да. В первую очередь, что нужно? Штаны и кофту. Штаны и кофту. Штаны и кофту. Ой, кросс. Кросс ты еще должен. Кросс, да. Кросс. Все. Мы же две пары. Все. А вот, собственно говоря, мой газ. Ты здесь был когда-нибудь? Нет. А еще ни разу? Нет. Не подскажете? А обувь мужская у вас на втором этаже. Ага. Давай, знаешь что, мне кажется, это будет, ну, довольно-таки может, правильно. Пусть Сережа сам выберет себе это, что он хочет. Конечно, конечно. Нам надо просто идти хотя бы. Тем более, во-первых, это, чтобы вы понимали, это покупка Сережи на его же деньги. Это, кстати говоря, очень важный, ответственный момент. И все, что он сейчас выберет, пусть он выбирает сам. Без наших каких-то советов, да, по стилю. Мне бы знать, какой размерчик. Ты даже не знаешь, какой у тебя размер. Нет. Ну-ка. А эти кроссовки вот у тебя откуда, допустим? В районе 40. В районе 40. Купил, купил, да. В районе 40. Да, мне тоже ждет 40. Глаза разбегаются. Ты посмотри, пока ставь внимание, ты потом определись с цветом какой-то хочешь. Ага. С моделью какой-то хочешь. Пока смотри. На цену не смотрят. Миллионер. Ты даже сказал? Образ мышления миллионера. Ну, они какие-то большие, нет? Нормально? Ну, если затянуть, будет нормально. Смотри. Пойму, я не чувствую тебя. Ты на мой палец нажимал, а ты что? Ха-ха-ха. Продаю его пальцем. Ну, палец подними вверх большой. Ну, поднял. Вот это он? Да, да, да. Вот это он? А, ну, смотри, он упирается в свою сторону. А тут у тебя есть несколько? Да, есть. Тут вообще нормально. Ну, походи, посмотрите, как тебе удобно. Чуть-чуть висит. Чуть-чуть висит, да? Чуть-чуть, да, висит. Ну, да, еще он побалтывается, в основном. Да, ну, наверное, у него сороковое, сорок первый, Маша. Да, сороковое реально большое. Слушай, я себя поймал на мысли, что Сережа, очевидно, реально первый раз в магазине, потому что он, да, не ориентируется. Он даже не знает, какой размер ноги. Да, я имею в виду, что он не понимает, как даже выбрать, что нужно сначала это. Постяком не ходи, подожди там, посиди. Сейчас мы тебе что-нибудь еще выберем. Так, синий, да, говоришь? Какие-то они странные. В первый раз такие надеваю. В смысле, в первый раз надеваешь? Ну, такие они необычные вообще. Вот какие-то. Ну, нормально, мне нравится. Да, нормально. Чемодан нужен тебе? Нет, я никуда не езжу. Что? Что ты говоришь? Никуда не езжу. Нет, это для, это, туристический рюкзак-то, где самолеты там. Мне никуда не летают. А может, поедешь, то есть? Никогда не поеду. Может, не брать. Пока что он так думает. Ну, хотя бы такой. Такой тоже нет. Сейчас мы находимся на мойке. Сейчас мы будем мыть баньки на машину. Вот она, вот такая вот грязная. Вот. Сейчас мы, короче, ее будем. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серёж! Вот тут фару забыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы тебе сейчас заодно и штаны из мойки прям постираем. С кёрхера тебя, прям с него целиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это самая, вот, блестела. Это самая важная часть машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, пока мы пылесосили, подъехал подписчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем пока. Ладно, пока еще увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, давай, на самом деле не волнуйся, сейчас этот спор не с нами, это спор у тебя с самим собой Давай, погнали О, балдеж, такие же, как у меня Серег, а ты вообще первый раз в магазине одежды? Ну да, нет, здесь ты первый, а так нет Было же, да? Ну, с мамой ходил и все А давно ты ходил с мамой? Когда маленький был или когда уже постарался? Ну, уже полгода, наверное, где-то Ну, что-то купил я там, я не помню, что Ну, что-то покупал Ну, тут все, вот то, что вот на мне, вот это, кроме вот это, вот это на свои деньги купил, а вот это маму не купил И кроссовки тоже маму купил Вот это тебетейка моя, я сам попал Тебетейка, это не тебетейка, это жилетка Жилетка, она у меня шапка Уже очень много лет она у меня Заметно Мне нравится вот эта штука Что говоришь? Вот эта штука нравится Это костюм целый, что ли? Да Ну, круто, я бы взял Один ценник-то, алло Ты куда влетел? Вот А он мне подойдет? Ну, мне нравится, это прикольная вещь Ну, нравится, бери Главное, чтобы размер был Это L Ну, явно, что у тебя не L А чего у меня это? Рол Трудно сказать Тебе какой рост? G размер у тебя Не так страшно Ну да Кстати, реально, она ему нормально даже Да Еще подкачаешься, отъешься немножко Вообще Будет мала Harmonix Change Это? Питбульс Вот этот Вот 46 Вот 46 О, она тоже жестко с тигром Серега, я надеюсь, я так Это был волк Волк, в смысле, Серега, да Вот эмочка Нравится, да? Странно Just do it Слушай, мне кажется, все девчонки вышнего волочка твои с этого момента Давай красавку принесу Сережа, конечно, вот он очутился в магазине Примерил одежду Даже задает вопрос А как я буду сейчас ходить в этой примеренной одежде? Ну, типа, так же нельзя здесь по залу еще что-то смотреть То есть он, ну, немного пока еще Вообще для него Просто в 24 года открывается мир, по сути, заново Удивительно И очень интересно И нам тоже Ну, совсем другой человек Ну что, Сережа выбрал себе одежду Купил себе сам на свои деньги Сейчас вот оплатит Все сам Уровень Раз Два Три Четыре Да я сделаю Пять Давай, давай, давай Шесть Семь Пошел Восемь Девять Красава А ты бы 27 сделал Там же по 1000 за каждый Охренеть Он бы сделал больше Ты бы сделал больше По косарю же за каждый раз забыл, что ли? Да я понял Мне кажется, ты бы и без дерганий сделал 10 Вот сейчас прямо давайте вставим кадры, как Сережа до этого сделал два раза Вот сейчас А смотри, а смотри, один раз это есть, еще раз давай Два, ништяк Давай, 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 давай То есть вы понимаете, в какой он был в форме до этого, как он еле-еле чуть-чуть и два разика сделал и как он сейчас раз, два вот так, да пусть растягиваем с этим с раскачиванием плевать вообще Сделал, заработал бабки Готов получать деньги? Столько не взял, он бедный Я вообще рад Да, на самом деле, что-то многовато Ты что так разогнался Смотри Короче Спор ты выиграл? Да Пятерку, десятку, потянулся Потом мы что-то сказали каждый раз по 1000 Сказано, сделано Да Это честный твой заработок Ну, честный спорт И как бы, мне кажется, все очень круто У тебя пятнашка появилась Дополнительно Дополнительных зарплате, которые Сережа ежемесячно получает Че, доволен? Ну Слушай, получается, сколько ты потратил всего? Не знаю, нет Почитай Ну, я посчитал, что ты потратил 6550 Ну, плюс-минус До свидания, спасибо Приводите еще людей Хорошо, обязательно Надо, говорят, еще людей приводить Ну, че, все Поздравляю тебя Это, собственно говоря Ты куда от велика-то отходишь? Или велика тебя уже угнали? Это твой полностью, твоя покупка Мне кажется, что это круто На самом деле, удивительно Мы в наших видео Ну, довольно-таки часто так было Что мы вещи, да, покупали Часто сами героям, про которых снимали сюжеты Здесь, в этой истории И, по-моему, это очень круто, необычно И правильно, максимально Что Сережа сам купил себе одежду Причем изъявил желание это сделать сам И это стало результатом вот такой вот ее трансформации личности Некоторое время назад ты сказал Что ты хочешь путешествовать Ну На следующей неделе мы ждем тебя в Москве Приедешь? О, самостоятельно? Да Ну, на автобусах тогда приедем На поезде Я вообще на поезде не ездил Ну вот Сережа ни разу не был вообще нигде Кроме Вышнего Волочка И единственное был в Твери, да? Да, на маршрутке есть Нам будет здорово, если ты приедешь к нам На поезде Я думаю, ты разберешься Сядешь на нужный Я вижу, что ты уже потерялся в лице Да, я не удивил Тебе будет помогать вот эта камера А на перроне мы тебя встретим Ну и все И закрывай камеру И откроешь ее, когда ты Да, открою ее Будешь В некомфортных для себя условиях на перроне Давай Так, сейчас идем Покупать билет Где коса, где коса Куда? А, вот Здравствуйте А можно билет купить на завтра На 8.13? Ну Вышний волочок Москва Ну, ласточка там 4-й вагон, 9-ое место Ага На 1832 Оплата карты? Да, да Можете оплачивать Водка А на 1732 Считается с партной монетикой Угу, все Спасибо А что показывать, куда зайдешь? Все, вот это просто модаж Катанцы оплатываются А, вообще все? Здесь все время Вот видишь вагон 4-й Вместе 9-й Я отдам просто и все И мне не надо больше ничего забирать Ты покажешь Они тебе посмотрят Там то ли не дорвут То ли чпокнут Там чем-нибудь Вот, все Купил Завтра Увидимся Когда я буду уже вставать Там и ехать До завтра Сейчас я уже проснулся На часах 6.28 В общем Сейчас я поеду На поезд пойду Все покажу Прошел мне насмотр Там какой-то Все забрали Все положили Сказали Вообще Искал минут 10 Наверное Вроде нашел Я еду Уже еду В Москву Что ты хочешь увидеть? Красную площадь? Да Ты что, сбрил усы? Да Реально заблудить сможет Он с моста Прям в речку Охренеет Не было такого Что с моими ушами? Ушки закладывали Это прекрасно Это наши подарочки 10 11 12 Еще мне качка привезли Посмотри Хочете Выставил ладошку Ладошку Сломал ему ладонь То есть Типа быстро надо Смысл в том Что быстро Вот да еще Нет, я справа Быстрее Справа Справа Но у тебя дальняя Должна быть У тебя сильная рука Должна быть сзади То есть У тебя стойка Должна быть Такая Не, я не знаю Левую Ты все время Вот Ну понял, да? Правую Ты уже Серегу Взяли Избили Один Можно? Да он В канал Свалится Аккуратнее Задел Хоро Задел Зачем ты Ногу Серёди Сломал? Да ладно Просто Я вообще Просто Вот так Коснусь Дима Тут Лоутип Прописал Серёде Почти Со всей силы Да? Фалит У меня Фалит Горит Я честно Я очень Чё-чё-чё Еле задел Не надо